Многие говорят о гармонии с природой, и говорили, и философы, и ученые, вопрос, допустим, я вот сейчас сижу, слушаю вас, окей, мне это нравится, кроме того, что мне терять нечего, все равно там через сколько-то там лет-то все мы умрем, то есть это факт. Нет, это не факт. Не факт, потому что если мы достигнем при нашей сегодняшней возможности выхода на следующий уровень мироздания, то умру не я, не мое я. Мое я разовьется в этой огромной интегральной системе, а умрет это животное тело, которое не я. Да, мы и сегодня можем сделать ему всевозможные пересадки такие, что от него ничего не останется. Это не я, я осуществляю себя с моим разумом, с моим желанием, которое вообще не находится, по сути говоря, в этом теле. То есть я как бы готов вам поверить, что мне терять-то нечего, все равно, допустим, даже если это неправда, ну максимум, все равно уж тело умрет, а если вдруг действительно это правда, так еще и можно как бы что-то заработать там. То есть нас двигает природа к этому состоянию, действительно, как ты говоришь, или страданиями, но двигается кризис и никуда не денешься. Мы входим в состояние, угрожающее вообще нашему существованию. Я не думаю, что кто-то связывает кризис с тем, что вы сейчас говорите, что нас толкает природа к этому. Но это именно является причиной. Замысел природы привести нас к следующему состоянию. Кризис это следствие вот этого всего процесса, к чему толкает природа все это человечество? Кризис это ли является следствием нашего противоречия, эгоистического состояния нашего с тем альтруистическим, которым мы должны уже соответствовать? Не просто это все, конечно, связать. Ну, допустим. Ну, для этого надо немножко подумать, надо объяснить, для этого необходимо какое-то время. То есть, действительно, получается так, что весь научный мир, то как бы надо направить их в какое-то русло, чтобы они... И есть уже такие? Вот, допустим, вот эта книжка, которая называется «Связанная одной сетью». А, да? Да, интересная книга. Да, где говорится, что на протяжении каких-то там 30 лет делались эксперименты, как мы нашими желаниями, мыслями постоянно влияем друг на друга и связаны. И просто влияние такое, что там до того, что даже если я курю, то шансы, что там мой товарищ закурит там на 60%, а товарищ его товарища на 30%. То есть, это такое влияние неосознанное очень сильно. Вот. Так я к тому, что, допустим, можно в это все как бы поверить, но я говорю, что я должен этому верить, то, что вы сейчас говорите, или как? Вы должны верить. В общем, в чем-то да. Вы должны верить. То есть, вот этот элемент веры, он все-таки должен быть? То есть, я пока это не ощущаю. Если ты не ощущаешь этого... Ты этого не ощущаешь, но природа заставляет тебя подумать о твоем будущем, о будущем твоих детей, о том, как ты все-таки выйдешь из этого кризиса, что ты будешь с ним делать, никуда не денешься, тебе что-то надо делать, завтра тебе надо кушать. Завтра тебе надо думать уже о пенсии, о том, что будет с твоими детьми, послезавтра и так далее. То есть, природа тебя толкает мотивации сзади. Природа имеется в виду действительность, да? Да. С другой стороны, мы предлагаем, мы, те люди, которые ощущают вот этот будущий вызов природы нам, к чему она нас ведет, мы предлагаем развитие не с помощью уколов, знаешь, мотив этого страйпалочка, который подталкивает ослов, чтобы они шли вперед. Вот. Так вот, не с помощью этих мотиваций, а с помощью морковки впереди осла, чтобы наш осел шел вперед с надеждой на хорошее будущее, а не убегая от покалываний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова